Сегодня в России отмечают День Учителя. В нашем городе поздравления принимает почти тысяча представителей этой профессии. Это не только преподаватели в школах, но и в вузах, колледжах и техникумах, а также в образовательном центре группы ЧТПЗ. В честь профессионального праздника на нашем канале история педагога-практика Марины Головачевой. В эту профессию она пришла с богатым опытом инженера. Вера Пережогина продолжит. На ее лекциях никогда не бывает скучно показать наглядно каждую деталь и объяснить все тонкости производственного процесса. Задача, с которой может успешно справиться, лишь профессионал. Основные технологические операции при производстве горячей деформированных труб. Это у нас, Вика, что? Прошивка, раскатка и калибровка. Прошивку мы, Кирилл, осуществляем на? Прошивку, обстанет. Раскатка, раскатка, обстанет. День Учителя, преподаватель образовательной программы «Будущее белой металлургии» Марина Головачева празднует впервые. До этого 12 лет она проработала инженером в трубоволочильном цехе. Но мечта детства стать учителем не покидала Марину Владимировну всю жизнь. Наверное, для меня это вот такие забытые детские мечты, когда почти половина класса девочек хочет стать учителями. Потому что преподавание – это очень творческая профессия. Подготовить занятия необходимо так, чтобы людям, которые тебя будут слушать, было интересно. Марина Головачева – обладатель почетной грамоты правительства Свердловской области, регионального министерства промышленности и науки, лауреат премии Леонида Яковлевича Михонцева. Чтобы стать преподавателем, Марина Владимировна получила дополнительное образование. Для того, чтобы знания остались в голове, что нужно? Нужно их пережить. Надо их прочувствовать. Надо увидеть эти глаза, которые поняли, что мысль дошла. А если просто стоять, вещать и разговаривать, я вас уверяю, ни один человек ничего не запомнит. Менее чем за год Марина Владимировна стала одним из ведущих педагогов образовательной программы «Будущее белой металлургии». Ее уважают коллеги, а для студентов она пример и авторитет. Как педагог она очень интересна, хорошо все объясняет, понимающий человек. Если обращаешься за помощью, она всегда готова помочь в любой ситуации. Она, как еще, можно сказать, на примере показывает, ну как в игровой такой форме, что понятнее нам. Лучше усваивается то, что как, ну что не просто, что зазубриваешь и все, а как-то в памяти оседает все равно. В том, что за столь короткий срок в новой профессии Марина Головачева сразу же добилась высот, нет ничего удивительного. Коллеги по трубоволочильному цеху отмечают ее трудолюбие, целеустремленность, огромную выдержку и силу воли. Самое важное качество, которое я в ней всегда оценил, она была, если можно так сравнить, как ракета с самонавидящейся головкой. То есть надо было просто показать направление и можно было бы не сомневаться в том, что она пойдет в этому направлению. И тот вопрос, который ей поручили, она его до конца решит. То есть сказал и можно забыть, вопрос будет решен, сделан. Теперь один из лучших инженеров завода передает свой профессиональный опыт будущим белым металлургам. Обучает и готовит студентов образовательные программы группы ЧТПЗ к работе на Первоуральском новотрубном заводе. А это значит, что через пару лет на ПНТЗ придут такие же востребованные и квалифицированные специалисты, как и сама Марина Владимировна. Вера Пережогина, Никита Нехорошков и Вадим Шолохов. Служба народных новостей.